Добрый-добрый вечер всем, дорогие друзья! Добрый 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 вечер всем. Доброе утро! Добрый вечер всем, дорогие друзья! Очень интересно! посмотрите андерлорд почему бы и нет вот так ребят решают как я понимаю но флейн быстрее всего этот андерлорд хотя я даже не знаю честно говоря вот я без понятия куда этот герой заезжает поэтому поглядим в самом деле еще два пика имеется в команду в киеве поэтому могут ребята все все изменить возможно это центра пара и данного андерлорда поэтому тут такое дело а луна третьим пиком для команды под названием руб а ул давайте скороченных называть вру вру малая ну и снайпер ответочка ну снайпер по идее дойдет на центр все же андерлорд мне кажется на оффлейн ну и какого то вот шустрого и удобного для себя в мейн кире доберут у нас команда лтки вот для санлайта ну и будет счастье на игре ха 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 хотя не знаю не знаю опять же к сожалению не обладает формацию что у нас команда руал как отыгрывают всего лишь знаю что ребят по моему из украины да да есть такая штука ну вот до этого момента не встречался с ребятами ну и в принципе сейчас будем знакомиться потихонечку минус морфлинг от команды руал ожидаем мы последнего бана от команды лкиу ну и в принципе будем потихонечку начинать смотреть далее вроде бы забыл я ой 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 ничего не забыл там такой матч сейчас будет команда 8000 кто знает где играет Дмитрий Молоша Сатан Лизард и Сландр по моему Сландр на 5 у них 5-5 в команде да по моему Сландр будут играть прямо сейчас против команды Урса строит храм те парни которые играли когда-то у нас стар серии которые играли про серию было это в сезоне 9 по моему или 8 вот точно сказать не смогу достаточно очень интересная команда которая заново собралась которая готова сейчас идти к новым целям прямо сейчас будет встречаться если не ошибаюсь третий канал именно там сейчас будет показывать данное противостояние на самом деле рекомендую даже посмотреть вот так вот ударит интересные матчи все же у нас второй тур сейчас я еще посмотрю тем временем у нас параллельно вроде бы как чего тут нету такого команда гусьгейминг прошла первый тур команда бемт оуэр ептяне кстати говоря тоже нас отыгрывают данные квалификации команда дарк пеше прошла дальше Джаггернаут. Больше таких интересных встреч у нас и не будет. Нет, вроде бы не ожидаются. Пока что не ожидается. Phantom Assassin последний пик от команды RULA. Мы, в принципе, ребята готовы уже нам показывать тот самый интересный тот. Вроде бы как все на месте, все окей. Так, ну и начнем мы, как всегда, с выставления команд. Начнем мы с команды Radiant, за которую у нас отыгрывают команда LQ. Screen у нас играет на Oracle. BlogioBrain на Slardar. Скандал на Снайпере. Sunlight на Джаггернауте. Ну и последний FANIC будет отыгрывать у нас на Underlord. Касательно игроков команды Dire. Это команда под названием... Господи, камера, что ж ты делаешь? RULA. Вот следующим образом ребята там распределились. DK на Рубике. Stupid Faced на Луне. Hickey на Бэтрайдере. Тут, 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 тут. Fire Fatal. По-моему. Играют у нас на Warlock'е. Ну и Данька на Phantom Assassin. Он же у нас психодел. Такие вот дела. Что ж, ожидаем мы начала данной встречи, данного матча. Напомню, Best of 1 у нас матч. В этом и заключается самая-самая интересность. Так, так же у нас идут по трансляции то, о чем я говорил. На немножко других цифрах. В принципе, сейчас вы наблюдаете трансляцию на StarLadder 2. Так же работает третий канал, четвертый канал, восьмой и девятый. Вот так вот. Пять трансляций. Прямо сейчас параллельно у нас идут. Достаточно очень тоже интересные команды там отыгрывают. Есть... Ух ты. Я не могу вспомнить, что за команда, где Лолик играет. Лолик. Альдрион. Вот это да. Тоже достаточно интересная там дотка идет. Но это параллельно. Ладно, давайте вернемся в игру. Давайте посмотрим, что же я такого пропустил. Пока вот наблюдал за партнерными данными матчами. Снова вард видим. Быстрый, быстрый, быстрый. И вот команда Radiant, который ставится на пригорочке, который как раз видит расположение оппонентов. Поэтому, понятное дело, без всяких проблем забирают баунтеруны. Без того самого боя, который был в прошлом матче. Кровопалитный. Ну и, понятное дело, руны достаются всем, всем. Кому надо. Так, ну и, что самое интересное, видимо, отправляются у нас саппорты команды Radiant немножко на другую сторону. Ну и, возможно, будут ловить у нас беттрайдера, который, ну, пока что не сильно готов, мне кажется, к такой встрече. Ну вот видим, что на ботами происходит. Все же выходят саппорты. То есть беттрайдера не дожидаются. Беттрайдер очень далеко, видимо, стоял. Ну и не получилось выйти на него неожиданно. Скандал в центре против Фантом Ассасин. Довольно-таки очень будет плохая линия для Фантомки. Очень неприятно будет еще стоять. В принципе, поглядим. Ну и сверху видим мы Фаника. Глеба на Андерлорде, который будет стоять против Триплы. На самом деле, нереально тяжело будет. Но вот, на самом деле, сейчас поглядим, как это будет не тяжело. На видим второго уровня в этот момент. Тут вот-вот пытаются уже отводики исполнять. Успешные. Еще довольно-таки пока неплохо для Фаника. Хотя сейчас Дикий может посмотреть всю ситуацию, которая слаживалась с отводом. Попытаться хотя бы какой-то опыт получать. Так, смотрите ли, скрина. Fortune Sand по Тауэром встает от Бэтрайдера. Ничего такого серьезного нету. Снайпер получает, видимо, по кулдауну деггер-аут Фантомки. Вот немножко неприятно скандала. Ну, вроде бы как ничего серьезного нету. Все же. По Крипстарте немножко пережает. Ну и, в принципе, мне кажется, так и будет происходить и далее. Все же тут для Фантомки, ну, очень неприятная линия будет становиться с лавелом и лавелом от снайпера. Видим, уже на двоечку. У нас шрапные ли идут? Ну, и вот полетели. Да, мы шрапные ли вперед. Фантомка вынуждена только в ближнем бою как-то пытаться делать грязь. И, кстати говоря, то и может сделать грязь, но нету как раз. Вперед. Потом страйк. А так, конечно же, возможно, пизд летело вперед. Но не произошло данного события. Четыре напауна. У главы довольно-таки неприятно. Станчик. Порчин сэнд. Довольно-таки все хорошо для главы. Пошел в Лейдфюриен. Ну и минус. Битрайдер. ФБ забирает на Санлайт. Главное сейчас выжить. Потому что тавер мы видим очень-очень злой. Но все же сальва имеется. Поэтому без проблем все есть и все как надо. На топе фаник. Пока что, видимо, неплохо себя чувствует. Вот даже крипстат у него более-менее почти равный как с луной. 14 и 16. Но вот тут все же очень серьезно-то. Настроен фаник-то. Ну, четвертый уровень. В данный момент у него. Поэтому вот, видим, достаточно круто. Очень круто все для андерлорда. Так, поизы вот Санлайта. Дальше выходит на линию, начинает, как видим. Дальше фармить, ну вот. Напалом, немножко тяжело. Плотим его это делать. Ну, еще страшно, на самом деле, нету. Опять же, имеется воркл, который без проблем может все скинуть с помощью форши-сэнда. Поэтому такое дело. Можно и забайки на это. Андерлорда, видим, используют спать что-то, забирает крипов, неплохой домашнабивая, видим, на себя. Плюс 45. Который сейчас, возможно, где-то используют. Наш лайн выходит, быстренько пополняет свое здоровье. Ну и возможно сейчас, снова на... Линию перейдет. Так, бетрайпер. Пока что видим. Начинает, начинает свои дела в лесах проводить. Потому что на линии, опять же, ему совсем-совсем неприятно стоять. Опять же, может, какого-то выхода. Ждет. Который может залететь и, конечно же, его убить. Поэтому немножко опасается. На центре снайпер. Шестой уровень получает. Появляется Синейт. Ну и сейчас, по-второму, начнется. Перебрасывание. Стороны в сторону. Хотя появляется плава, недалеко, кстати говоря. Ну и... Пошел-пошел выход. Ой, как же отрывает. Отлично у нас... Антон Ассасин. Ну вот, видим. Совсем неудачно для нее. Довольно-таки неплохо, ребята. Нарезает. Синейт. Ну, остается буквально там 120 филс-поинтов. Ну вот. Выживает все же у нас фантонка. Но придется ей, возможно, даже на шрайн сходить. Хотя тут шрайн-то в пулдауне находится. Как же неприятно. Так же тут вообще не вовремя-то получается, но... Такое тоже бывает. В итоге теперь делегация со стороны команды Dyer отправляется на центр. На скандала. Ну, скандал, мне кажется, этого и ждет. На спивард имеется. Поэтому Вижн, опять же, очень даже неплохой. Если будет выходить, я думаю, может успешно уйти. Вовремя, да. Сразу же уходит, по телекинез не поставляется. Ну, вот, все здорово, все-все-все круто. Так, ну что ж, прыгает вперед у нас фантонка. Но тут-то есть на злоге у Брейн станчик, синейт. Есть еще и скрин, который подлетел. В итоге минус фантонка. Ну, да, такого поворота и одиночества фантонка не ожидало. Блоге у Брейн двоих-то станет отлично. Телекинез под Т1. Ну и, по-моему, на этом все закончится. На самом деле, думала, что снайпер находится в одиночестве тут, но этого, как видим, не произошло. Скрин, видим, проходит смок. Все же увидел его у нас бэтрайдер. В итоге вард не удалось поставить у нас скрину. Снова на эту позицию, на пригорок, который, опять же, неплохой вижен-то имеет. Такс, ну и восьмая минута, 2-0 счет. У нас в матче идет снова выход у нас на бэтрайдера. Пролетает сюда же и фантонка. Очень больновато бэтрайдеру, кстати говоря. Но вот бэтрайдера все же нас убивает. Есть также у меня слэш и минус фантом ассасин. В итоге два фрага делают у нас игроки. Командо Радиент, а сверху же Славдар пытается убежать. Погибает андерлорд. Но вот варлока забирает у нас ловилбрейн в размен. Ну и тут, в принципе, остается тоже кропали у двух игроков. На самом деле, не хватило плюс один. Командо Радиент, чтобы полностью тут задоминировать данную линию. К дулуна там 250 холст-поинтов, ну и Рубик тоже на крополях. Вот, трек-соу, по-моему, оставалось. Буквально, опять же, был бы скандал. Со своим сенейтом был бы одного и второго бы. Шрапнер и как-то там точно остановил бы. Ну, такое. Так, эндерлорд. Восьмом уровне у Фаника есть Аркана, есть Ходреска. Правда, рейн-дроп уже заканчивается. Еще один заряд остается. Решать немножко перейти. Минитальный крипам. Тут получить маленький экспириенс. Ну и на центре падают Наздики. Также проблема начинается в Фантомке. Фантомка тоже погибает. И фраг забирает на скандал. В итоге даблкил на центре снайпера. 7-1. 7-1. Снизу. Проблема у Санглайта. Но пока бежит и, по-моему, справляется со всем. Ну да, через Блэдфири уходит. Ставится Хеллингвард. В итоге все довольно-таки круто. Ну и испугался, по-моему, точно. Знатно. Когда его взяли под лассо полтауэром. И ты понимаешь, ну вот. Вот, по-моему, я и приплыл. В данном случае. Ну и готовится снова выход под Т1. От команды ЛКЮ. Да. Пошли, ребята, на снайпера работать. Но на самом деле с ними приходит несчастье. Минус Варлук. Ну и за Фантомкой тоже, в принципе, можно отправляться. Да, мол, да, можно что-то подбирать. У нас Фантом Ассасин. На развороте, конечно же, вообще не хочется как-то работать. Крузив Хайс также имеется на тебе. Поэтому совсем-совсем неудобно. Как-то что-то показывать. Спанули Рубика. Рубика точно убивает. Эклипс от Луны. Правда, ничем не заканчивается хорошим. В итоге Луну там можно тоже забирать. Но, видим, падает все же у нас Блогио Брейн. Погибает и Оркл. В итоге Дабл Килл от Луны. И 9-3 становится счет. Снизу, тем временем, Джаггернаут забирает у нас Т1. Дальше Санлайт играет на своей бутем-линии. Как в игре под номером 1, как в игре под номером 2. Абсолютно его никто не трогает. Ну, не знаю. Нереально скучно. Ты один в одиночестве на БДС играл. На центре убивает снайпера. Разменивают на Фантомку. Ну и дальше, дальше идет Луну Брейн. Станчик через секунду уходит. А вот он. Стан. Ну и Дикей. Тоже у нас погибает. Также и Зайца Смух. Ну и ребята дальше отправляются. Слушайте, Санлайт переместился. Санлайт-то хочет уже убивать. Есть у него. Он не слэш, но, правда, врагов нету для этого. К сожалению. В итоге принимает в свои руки Кентавра. Собрал себе Доминатор. Ну и дальше Санжиньяша. Готовится Санлайт. Такс-такс-такс-такс-такс. Драгон Лэнс от снайпера. Почихонечку собирается. В принципе, чуть-чуть еще остается. Тут на Шрайне, ребята. Немножко восстанавливаются. Ну вот Слардар, Дублинка еще остается. Формить-формить еще. 1200. То есть есть чем заняться как раз для Ловью Брейна. Андерлорд же довольно-таки неплохо себя чувствует. 90-й уровень взял себе плюс 2 моноригет, поэтому вообще не может не беспокоиться про ману. Пока что находится на топе. В центре там у нас Варлока убили. Разрушили Т1. Ну и отправляется на помощь Андерлорду. Боркал вовремя видим форшесент. Ну и на разороке действует у нас не таки команда ЛК. Минус 1, минус 2. И по-моему даже минус 1 на этой линии будет. Ну включили в пятерку. В принципе по-стандартному. Тавр за тавром сейчас будет у нас падать. И будет нереально сложно как-то это все остановить. Остановить конечно же как бы можно, но вот вот эта вот драка, драка, которую должны провернуть ребята, сводится к нереальной атаке. Мое мнение. Такс, на центре. Ну и точнее на топе. У нас проворачивается данная драка. Голем, но опять же видим жгерналто, опять же видим снайпера, который как раз всю две же хуй делают. Остается последняя луна, но за которой отправляются все-все буквально неужели уйдет у нас луна. Сальва-то достаточно неплохо работает. Синейт уже взлетает. Ну и последний удар. Санлайта в итоге минус 5 в исполнении команды ЛК. Ребята уже заходит, начинает разбивать Д-трик. Я немножко-то не завис в начале драки. Печаль. Печаль. Встается Блава, Ловью Брэйн, линк уже можно прикупить. Ну вот видим, спасает Форшин Сэнда, сбиваете неприятности, которые висели. В итоге-то Т-3 тоже упал. Ну и сейчас по центру, видимо, ребята хотят пройти на Т-2, который стоит. Судя по перемещениям всем, но так и будет. Драгангланс появляется у снайпера, дальше будет у нас Майльстром. Джигернаут почти уже Сэнч умеет. Остается совсем чуть-чуть подфармить. Первый Талант это плюс 20 дамажа от Санвайта. Оркл ловел 9. Ну и Слардар еще плюс 6 к регенерацию здоровья. Себерет в итоге плюс 27 с включеными транквилами. Пусть 15 из них попробую бейт называется Слардар. Так, Миказм имеется уже от Фаника. первый Талант мы уже видели плюс 2 Маннерген. И смещаются, смещаются ребята все же на бот. По центру еще, видимо, рано. Еще пока что не хотят идти. Луна с Драгонлендсом, Фантом Ассасим, Блайтстоун абсолютно ничего нет. Пока что на руках. Ну и вот на драке должна происходить. Love your brain двоих ловят саппортов, должны сейчас быстренько убивать. Минус 1 и минус 2. Ну и дальше по-моему тапки встают команде названием Руалд. Честно говоря, ну вот. Опять же, надо ждать голема, чтобы как-то, как-то подраться. Но это нереально. Тяжело. Это не только голема надо ждать хорошего. Также надо ждать хорошие айтемы. Есть такое мнение. Вот фантомки. Которая, ну сейчас третье место снизу. Где печаль вся зарыта. Большая-большая печаль. На последнее это 2 находит драки. Командор Радиант тем временем у нас глава находит первого. Хауджу реализует фраг. По-моему на ХГ даже зайду реализует для себя ищут тавор. Правда сверху пытается беттрайдер отформить тавор, но вот ничего хорошего, видимо, не выйдет из-за может отрывного падает, и барак сейчас падет. И так все будет продолжаться. Корозив хайс раскидывает у нас лазар. с один барак ну и в принципе второй то можно тоже сломать но решают отойти назад. Тебе и креточек залетает скандала. На шрайн все ясно, все понятно. что это было? Я вот честно говоря не понял. Ну вдруг беттрайдер залетает ладно окей пропустим данный момент пропустим что ж Рошана пытается убить нас ребята тот же беттрайдер влетает цепляет скандала но все останавливает нас андерлорд правда падает голем все уже пытается все же ребята что-то как-то исполнить но вот вся соль опять же фантомки которая вырезает хотя бы одного но сама тоже погибает единственное кто дрался это фантомка а здесь все остальные у нас остановились такие команды дает возле лестницы абсолютно ничего абсолютно ничего ну что ж goodgame прописывают и на самом деле игра и заканчивается на этом понимаем что шансов было бы для команды рул ну что ж друзья переходим мы к следующему матчу переходим мы к матчу какой у нас матч дальше ожидает понятное дело что команда л Q правда вот следующий оппонент хочу я посмотреть на него или же команда NM Dota или же команда AntiMage AntiMag AntiMag именно AntiMag должны у нас быть пока что там еще игра у нас идет но я думаю совсем скоро как раз она и закончится ну плюс-минус все